Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Дождевик грушевидный встречается с начала июля, иногда и раньше, до конца сентября, плодоносит ровно, не проявляя какой-то особой цикличности. Растет группами, большими и плотными, на основательно перегнивших, замшелых древесных останках как лиственных, так и хвойных пород. Плодовое тело грушевидной формы, с четко выраженной псевдоногой, которая, впрочем, легко может скрыться во мху или в субстрате, отчего гриб воспринимается как круглый. Цвет в молодости светлый, почти белый, по мере созревания станет грязно-бурым. Выраженная ложноножка и способ произрастания, гниющая древесина, большими группами, не позволяют спутать дождевик грушевидный с какими-либо еще распространенными представителями семейства лайкопердейси. Как и все прочие дождевики, лайкопердон периформ можно есть, пока его мякоть не начала темнеть. Впрочем, насчет целесообразности употребления дождевиков в пищу мнения бытуют самые разные.